Начнем с главного кадрового назначения недели. Сегодня Михаил Игнатьев подписал указ о назначении Юрия Васильева руководителем администрации главы Чувашской республики. Решение принято с учетом честной ответственной работы Юрия Егоровича на предыдущих должностях и всех его заслуг, подчеркнул глава республики, и пожелал ему результативной работы на благо жителей Чувашии. Юрий Егорович Васильев родился в ноябре 1968 года. Выпускник Ленинградского высшего зенитного ракетного командного училища. Затем получил еще два высших образования. В разное время окончил Чувашский государственный педагогический университет и Волговятскую академию государственной службы. Работал учителем в школе, директором. В 2000 году перешел работать в администрацию Чебоксар. С 2005 года по 2010 был заместителем главы администрации Ленинского района столицы. В 2010-2012 годы глава администрации Янтиковского района. В ноябре 2012 года был назначен на должность первого заместителя руководителя администрации главы Чувашии, начальника управления внутренней политики. Второй указ об учреждении единовременного гранта главы республики на разработку в 2015 году. Концепция учебно-методического комплекса по истории Чувашии. Историю родного края должен знать каждый, подчеркнул глава республики. Размер гранта кабинет министров обсудит с общественностью. И только после этого будет принято решение. На еженедельном совещании обсудили и другие актуальные вопросы. Министр транспорта Владимир Филиппов сообщил, что продолжается установка фото, видео, фиксаторов на региональных и муниципальных дорогах. Эта работа будет продолжена и в течение двух последующих лет. Дорожное строительство, считает Михаил Игнатьев, должно стать приоритетным направлением на ближайшее будущее. Ведь Чувашии становятся участницей многих значимых событий. Чемпионату мира 2018 однозначно все федеральные трассы А151 и М7 будут соответствовать категории 1Б. И тем самым по всем муниципальным территориям, где данные трассы проходят, это развитие кемпинга, Владимир Александрович, и развитие уже дорог, которые, по крайней мере, пересекаются с этими федеральными трассами. Там жизнь должна восстанавливаться, культура должна быть лучше, выше, и облик должен меняться. Порядок должен быть на всех дорогах, вне зависимости от их статуса. С некоторыми дорожными организациями уже пришлось расстаться. Они не справились с уборкой веренных им территорий. Объявлены аукционы по Чебоксарскому району и за Волжью. В бюджете 2015 года на дорожный фонд выделено более 2 миллиардов рублей. Иммунизация против гриппа в республике завершилась, сообщила министр здравоохранения Алла Самойлова. Прививки сделали больше людей, чем в прошлые годы. Это 347 тысяч человек, то есть около 28% населения. Увеличилось и число тех, кто смог сделать это бесплатно. Беременные, призывники, лица с хроническими заболеваниями. Впервые в республике в этом году прививали от пневмококовой инфекции пожилых людей. Ветеранов Отечественной войны в том числе. Пока не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа. Среди заболеваемости ОРВИ лидируют города Чебоксара, Новочебоксарск, Канаш. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.